В прошлый раз мы с вами читали о рассуждениях Екклесиаста, который заметил, что когда бедный человек предлагает разумную вещь, мудрую вещь, то сначала его вообще не хотят слушать, а потом, если его и услышали, то быстро забывают. И мы говорили о том, что в этой ситуации есть две стороны, советчик и те, кто его слушают или не слушают. И в прошлый раз мы поставили себя в приятное положение мудрого бедняка. Мы такие были хорошие люди, которых не хотят слышать. И мы говорили о том, что раз мы, как говорит Писание, нищие духом, это одно из благословений быть нищим духом, это когда тебя забывают или не замечают. Если нам это состояние такое совсем не по душе, и мы никогда не хотим, чтобы нас где-то забыли или пренебрегли, то нам вообще не получится следовать за Господом Иисусом Христом. Вот это мы с вами в прошлый раз говорили. Но это приятное такое ощущение, особенно когда сидишь в зале молитвенного дома, и ты такой непонятый, гонимый христианин. Это даже немножко льстит нашему собственному эго. И нам нравится петь псалмы, «Следуй за мной, коль не поняли братья, ты расскажи ему о тех, кто тебя не понял, руку помощи тебе не хотел подать». Да, те псалмы так греют нашу душу, и мы такие замечательные, разумные, непонятые гении. Тут надо очень осторожно, когда мы про такие вещи говорим, и когда мы берем такие темы, знаете, я всегда опасаюсь, как бы вот ореол такого человека у нас не создавался. Но, тем не менее, Писание говорит, что случается в жизни, что через нас что-то хорошее происходит, и это незамечено, такое как бы есть, об этом тоже молчать нельзя. А сейчас я хотел бы сегодня о другой стороне вопроса. То есть не мы советчики, а нам советуют. Вот этот бедный человек советует нам. Ведь не факт, что мы не можем оказаться в таком положении. И еще напомню, в прошлый раз мы говорили о том, что как бы не на пустом месте существует такое недоверие. Когда человек просит высказать свое мнение по поводу большой государственной проблемы. Мы читали о том, что маленький город, его осадил великий царь. Это серьезная государственная проблема. И человек, который не научился зарабатывать денег достаточно много, чтобы перестать считаться бедным, вдруг говорит, у меня есть предложение. И мы все поставили себя на это место. И действительно, как бы, ну, как ожидать мудрости в решении больших проблем, когда человек свою семью не может достаточно снабдить. И этот вопрос у нас в воздухе на самом деле повис. То есть нам, по крайней мере, мне осталось это интересно. Может быть, вы и не запомнили этот вопрос, который я поставил. Мне осталось интересным. Как на самом деле вот этот бедный человек, почему вот он предлагает такие гениальные решения? Почему он никакую бизнес-идею не реализует? Не будет продавать тапочки, такого покроя, которого никто не додумался. И будут нарасхват эти тапочки разбирать. Он запатентует это изобретение. И в конце концов умрет там рядом, похоронят с Рокфеллером или еще с кем-то. То есть почему? И вот это где-то не, может быть, неосознанно обитает в нашем сознании. И у этой идеи есть основание, причем даже библейское. Допустим, Яков о разных людях, которые поднимали руку и говорили, у меня есть что умное сказать. Он, например, им говорил, мудр ли, разумен ли кто из вас на самом деле? Докажи. Разумен ли кто из вас? Докажи это на самом деле. И когда бедный человек говорит, я хочу что-то посоветовать, то, наверное, многие люди говорят, ну ты давай, как бы докажи это на самом деле. И вот так само Писание, предостерегая нас о разных пустословах, которые красноречием, ласкательством обольщают сердца простодушных. Они ничего не умеют, за их душей ничего не стоит, они ничего в жизни не достигли. Но у них так подвешен язык, они так убедительно и красноречиво говорят, что люди им верят. И Писание говорит, предостерегает, ну пусть этот человек что-то покажет. И мы оказываемся в таком тяжелом положении. С одной стороны, как говорил брат Илья, нам нужно учиться, быть способными слышать Бога не только в виде ангела, спускающегося с неба. И мы читаем эти истории о том, что бедный человек вдруг предлагает какую-то гениальную идею, и в то же время эта же Библия говорит, вы не всякому духу верьте, не всякому человеку, не будьте наивными и простодушными, посмотрите, что в жизни этого человека есть в делах. Вот мы в таком положении оказываемся. И поэтому Священное Писание, ставя нас в такие сложные условия, конечно, не оставляет нас без ответа. И я хотел бы сегодня как раз попытаться ответить на этот вопрос, почему же так получается, что человек бедный, мы возьмем это понятие шире сегодня, почему человек бедный вдруг оказывается способным предложить что-то стоящее, и как нам понять, что сейчас Бог говорит через человека и говорит такие вещи, которые, казалось бы, ну, должен был додуматься тот, у которого в жизни есть большая череда каких-то достижений. Вот давайте мы об этом поразмышляем. Первое, самое первое. Интересно сказано в Евангелии от Матфея, 25 главе, 40 стихом, где рассказывается о том, когда люди предстанут перед Богом, и Христос, царь, говорит этим людям, «Так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». Христос говорит о своей церкви, «А у веровавших в Него, как о своих братьях и сестрах». И у Иисуса Христа, и у церкви один Отец. Иисус наш первородный брат. И вот люди предстают перед Ним, и почему-то, по какой-то причине, Христос не говорит, царь, что вы сделали одному из братьев моих. А он сказал, что вы сделали одному из братьев моих меньших. Есть другие тексты, говорят о том, что не предиздирайте ни одного из малых сих. Почему-то Христос оценивает отношение к Нему, даже не по отношению к верующим вообще, а к так называемым наименьшим из всех уверовавших. Вот этот момент мы давайте запомним. Еще есть в первом послании к Коринфянам. Коринф – это греческий город. Там мозги ценились очень высоко, даже больше, чем на вес золота. И Павел пришел туда после Афин, как мы знаем, где он попытался говорить с афинянами на языке мудрости. А вот здесь он пришел и стал говорить, как он говорит, я был в страхе и в трепете, перед вами и не возвещал ничего, кроме креста Христова. И вот в 1 главе 27 стихом в этом послании он говорит, «Бог избрал немудрое миро, чтобы посрамить мудрых, и немощное миро избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное миро, и уничиженное, ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». Когда царь говорит с людьми в день Великого Суда, он говорит, то, что вы сделали наименее значительным из моих братьев, то сделали мне. Здесь Павел говорит, что Бог почему-то избирает, вот смотрит на этот мир, избирает немощное, немудрое, неблагородного происхождения и использует это как инструмент. Вот я думаю, что это первый ответ на вопрос, почему через бедного человека, а малые в Священописании, если так нам задать вопрос, вот даже интересно, дать было несколько нам секунд, то такие малые-то вообще. Может, они же 150 сантиметров ростом там, да? Конечно, Христос говорит о том малом, который вот на люди на Него посмотрели и говорят, незначительный человек. О ком мы так обычно говорим? Сейчас я говорю о мирской оценке. То есть, ну, во-первых, сами по себе материально небогатые люди. То есть, когда человек небогатый, то как бы, ну, слушают его, воспринимают, ну, есть, есть ты, ладно. Но это в наше время, как бы, наверное, даже не такой актуальный вопрос. Гораздо актуальнее, когда мы видим человека, может быть, обделенного интеллектуально. Вы же учили в школе, так ведь? И вы знаете, некоторые из нас, что мы изо всех сил старались, а больше тройки не получалось. А вот тот сосед сидит, сонный, дома там чем-то непонятно занимался, стихотворение один раз прочитал, и его рассказал. И ведь обидно, ему пятерку поставил, он вообще ничего не делал. У вас там с носа капельки пота капали в тетрадку, а этот человек ничем не занимался, все на ходу, все-все-все у него быстро. И понимаете, мы видим, что какие-то есть уже задатки, вот как бы нам приятно или неприятно-то не было, есть задатки, с которыми мы работаем. Есть количество интеллекта у нас, можно его развивать. Если и тот, и другой будут развивать, все равно вот этот никогда не догонит. Того, если только вот этот будет спать, как есть история про зайчика, да, который очень уверен был в своих силах, а черепашка так тихонько двигалась и его обогнала. Такое может быть, но все-таки есть что-то дано от начала. И этого нам, на это закрывать глаза нельзя. И те люди, которые работают преподавателями в школе, я думаю, что они все вот этот момент осознают, как вот это тяжело выводить тройку человеку, о котором ты знаешь, что он так много работал и так старался. И как иногда вот ставишь пятерку и понимаешь, этот человек просто вот, ну ничего не делал, чтобы ее полагать. Ну вот такие мозги, вот родился он уже. Обидно, да ведь нам вот троечник? Вот. Да. Дальше мы можем сказать о физическом человеке. Даже, смотрите, вот есть люди, они, значит, кто там пытается уменьшиться в размерах, кто там увеличится в размерах, кто там что употребляет, создаются какие-то каноны, сейчас тем более это все доступно, и нам надо в них вписаться. И в росте, и в ширине, и в высоте, и в цвете глаз, и в длине ресниц, и в густоте бровей, и волос, и так далее. Мы пытаемся туда вписаться, да? Мы живем в каком-то таком представлении, и вот появляется перед нами человек, он или худее, или шире, или выше, или ниже, темнее, светлее, и он уже туда не вписывается. И мы, вот вы можете хоть что говорить сейчас, вы духовные люди, конечно, про вас это не касается. У нас есть внутри картина, некая симпатия, определенный шаблон. Почему? Сестры иногда не могут объяснить, почему она говорит нет. Братьям интересно, а что такое еще со мной не так? Оказывается, все так с тобой, но у нее внутри картинка, и ты туда не влазишь. Или наоборот, быстро проскакиваешь там, или еще как-то, неважно. То есть это внутренняя картина. Я не знаю, как она формируется. Может быть, это собирательный образ людей, от которых мы получали положительный или отрицательный опыт. Может быть, та учительница в школе по русскому языку, или учитель в школе по русскому языку так плохо обращался с твоей будущей возлюбленной, а ты на нее несчастный похож оказался. Она уже давно забыла этого Сергея Ивановича, но в голове вот эти ресницы, вот эти брови, вот этот контур лица, и ты, бедняга, ты вписался совсем не в тот портрет. И внутри нас есть эти вещи. Мы видим человека, и говорим, слабенький, нестроенный, худой, сагбенный, некрасивый. Вот это все влияет. С трех лет примерно, вернее, с третьего класса примерно мне понадобились очки, они меня очень досаждали. Я жил в такое время, когда слово «очкарик» — это был приговор. И вот еще такие очки-то были все, наверное, вот в этом-то и причина была. Они какие-то все были делали, человек вообще смешным и ущербным. Очень смешным. Там люкс-оптика — это все не было такого, всех этих дел. Но пришло время, когда я понял, что очки, пришло время, делают меня на две трети умнее, чем я на самом деле есть. Это было по восприятию. То есть ты так оделся, и всего лишь, знаете, тысяча рублей. Если в «Ериду» оптику на Хасана сходить, в тысячу рублей уложитесь, и вы будете гораздо умнее. Есть вид. Я помню, когда одну коллегу мою по работе представляли, говорили, вот там зайдете, вот там найдете, она такая представительного вида. Знаете, что есть представительный вид? И вы знаете, что у некоторых из нас его нет? Вот на некоторых из нас смотрели, это колхоз, хочется сказать. Другого говорят, у него профессорская бородка. Понимаете, у него нету тут профессорского. Но вот как-то вот здесь все правильно сделано. Вот, прическа ли, одежда ли. И вот мы смотрим на человека, смотрим на человека, и люди, вот у каждого из нас внутри, есть люди, которые говорят, вот этот человек талант и умница. Это умница, очки не носят просто так люди. На другого человека посмотрели, что от него можем услышать. И вот вы знаете, это может касаться возраста. Дети мы всерьез не воспринимаем. Мы не воспринимаем всерьез пожилых людей. Все уже, человек пожил свое, все методы устарели. Никто картошку уже не садит сейчас. Проще одну шабашку сделать и купить на всю зиму овощей, всего, что только нужно. И не надо на эту дачу ездить, бензин полить и караулить от разных людей без определенного места жительства, которые все это вытаскивают. И мы понимаем, молодые еще не умные, эти уже поглупели. И мы всех рассортировали таким вот образом. Знаете, и вдруг мы читаем в Священном Писании, мы читаем в Священном Писании, что Бог берет вот это малое, и поэтому малому, который не создает никакого впечатления в наших глазах, судит по отношению к нему. Понимаете, что происходит? И загадка, Господи, ты как бы нам зачем жизнь затрудняешь? Ведь ты же рассказываешь, там ангелы прилетают, падают от страха, от ужаса на колени перед ними, так что ангелу в чувство приходится приводить этих поклонников, да? Вот это понятно. Зачем ты говоришь к нам через людей, которые вот в силу каждого индивидуального восприятия личности, вот они малые в наших глазах. Вот так Бог решил, братья и сестры. Почему? Потому что, когда ты кого-то очень хорошо знаешь, ты узнаешь его голос, что бы ни происходило, ты узнаешь его облик, ты узнаешь, как он шагает, да, вот некоторые слышат там за дверями уже шарканье, уже знают, там папа пришли, мама пришел, там сестра пришла, сноха пришла. Мы когда очень хорошо знаем, мы по незримым обликам уже можем распознавать. Или наоборот, кто-то приходит и говорит нам что-то, вот ваш ребенок, или ваш муж, или жена, там то-то и то-то сделали, и мы понимаем, этого быть не могло. Это вообще, да, у моего ближнего есть недостатки, но это совершенно не те недостатки. Когда мы кого-то хорошо знаем, мы распознаем этого человека хорошо. Для некоторых из вас, Игорь Моноков, Едик Моноков, это один и тот же человек. Если бы не их усы, да, то это был бы совершенно еще интеллектуальный тупик. Но не маме только так говорите, хорошо, для кого-то из вас меньше, как вы на одно лицо все, да, вот, но это на самом деле не так для нас, потому что, когда ты каждый день смотришь на человека, на своего брата, там смотришь на сестер, ну, очень-очень разные. И Господь, когда сегодня говорит нам через немощное, малое, через деток, через пожилых людей, через невзрачные внешности, через безмускульнистых, безкошельковых, всяких-всяких людей, Бог к нам обращается, мы поэтому можем узнать, как мы его вообще близко знаем. И Бог избирает, это первая причина, почему Бог говорит через бедняка. Он хочет, чтобы мы знали Господа лично настолько, чтобы в каком виде Он не пришел к нам. Мы бы сказали, это Господь говорит. Это Господь говорит. Любой самый плотский человек может проявить уважение к состоявшейся личности, уже известной, зарекомендовавшей себя, и сказать, там говорит мудрость, но способность узнать Господа в каком-то невзрачном человеке по человеческим меркам, это действительно познание Господа. Это первая причина, это Божий инструмент. Это сильно влияет на многое в нашей жизни. Я помню, когда проходил трудные времена, знаете, мы служим, пастыри выбираем, куда я пойду. Я смотрю, вот этот пастырь, он самый умный в моих глазах. Я направляю стопы к нему снова и снова иду к нему. А однажды у меня получилось, что перед самой вечерей Господней, мы же истинные христиане, мы только перед вечерей решаем вопросы свои. Случилось так, что не поспевая к тому умному, который самый умный был, я пошел к пожилому служителю, как говорится уже, но от безвыходности. Знаете, этот пожилой служитель так меня наставил, у меня за спиной выросли крылья огромные, орлинные, я взлетел, я с таким торжеством воспринял эту вечерю, я был так удивлен, как это я вот так обходил мимо. И мы вот иногда настолько вот зациклены, вот у нас внутри картинка такая есть, и вот ты только вот туда впишись, вот тогда только я буду тебя слушать, вот так далее, я признаю мудрость. Иногда Бог подталкивает нас, в спину подталкивает, создаются обстоятельства, когда Он тебя движет куда-то, ты говоришь, да чего там может быть, из Назарета может ли быть что доброе? Помоги нам Бог. Первое, Бог избирает немощное. Второе, знаете, Бог разово может действовать даже через ослицу. Но не надо канонизировать ее лик. Вот когда Бог говорит, это может быть не то, что даже Бог избрал немощное и употребляет для славы своей, это может быть вообще разовое использование абсолютно любого человека и любого обстоятельства. И мы знаем, за всю историю Священного Писания один раз проговорило животное. Мы не делаем из этого правила, мы сейчас не заводим конюшню с ослицами, да, авось какая заговорит и вразумит нас. Нет, мы понимаем, это было разовое действие. И здесь опять нужна чуткость. Валам колотил палкой по этой ослице, и мы можем отталкивать от себя человека, который говорит нам что-то. Может быть, он один раз принесет в нашу жизнь какое-то полезное послание. Но это было послание от Господа. Третий, очень важный фактор, связанный с первым. Мы говорим о даре слова мудрости. Есть такой дар в Священном Писании, слово мудрости. И есть еще дар слова знания. Первое, Коринфянам 14 глава, 12 стих, когда Павел говорил о дарах, он говорит, старайтесь обогатиться ими, для чего? К назиданию церкви. Дары никогда не даются для нас самих. Никогда. Некоторые себе так представляют. Если у меня будет дар пророчества, что это будет? Это значит, мои деточки пошли куда-то тайком, куда не надо ходить, а мне откровение. Это значит, там где-то сейчас магазин закрыли на обед, он поломанный, Господь сказал, не ходи в тот магазин, времени тратить, иди в пятерочку, магнит закрыт. Мы так себе часто, вот этот дар, и вот мы его получили, и как хорошо. На самом деле, как я наблюдаю, пророк последний узнает, что у него дома там происходит. Иногда. И это не от его бездуховности, а потому что дар дан прежде всего для служения другим. И одарованному человеку бывает обидно, Господи, ну ты мне про других открыл, этим узел развязал здесь, открыл тайну. У меня-то почему тайны? Яков, пророк, и узнает о том, что Иосиф живой только в тот момент, когда ему и так уже рассказали. А как было бы приятно, будучи пророком, принесли эту одежду ему разорванную в крови, и он бы получил откровение, сказал, сыновья, на гауптвахту, на неделю всех за то, что тут пытаетесь меня обмануть. Нет, не сработало пророчество для того, чтобы успокоить его сердце. И вот когда Бог употребляет человека с даром мудрости, и вот мы мыслим так по-плоцки, ага, если такой мудрый человек, так у него все там должно быть, все-все-все-все хорошо и прекрасно, далеко не всегда. Проявился дар мудрости к вашему назиданию, назиданию церкви, к пользе какой-то ситуации. И не нужно перечеркивать, есть у этого дарованного человека могут быть какие-то в жизни такие белые пятна, пробелы, где пожелать бы лучшего ему, но тем не менее это было действие дара Божьего. Одному человеку была даже сказана такая фраза, я не помню, с чем у него, что это у него происходило, но Бог сказал этому человеку, я не дам тебе земного счастья. Вот представьте себе, вы служите Богу, служите людям, и Бог говорит, вот у тебя такая форма служения будет, вот ты так будешь служить. Что у всех будет там домик, ты будешь снимать квартирку, все будут там в припрыжку ходить, ты, может, будешь прихрамывать, у всех будут думать, куда деньги вложить в доллары, в евро, или в рубли, в конце концов, или золото накупить, а ты будешь думать, как до следующей зарплатки дотянуть. Уже замуж выйдут, уже женятся там, твоя очередь несколько раз пройдет уже, и все еще не вызывает диспетчер тебя в самолет. Есть какие-то вещи, которые мы, ну, по жизни понимаем, а здесь Бог прямым текстом говорит, на земле счастья не увидишь, вот этого земного счастья. И Павел говорит о себе, он был одним из этих людей, он говорит, мы нищие, но что дальше, он говорит, многих обогащая. Вот это бедняк, через которого мудрость, мы смотрим и говорим, Павел, у тебя даже дома своего, наверное, нет, работы постоянно у тебя нет, ездишь там везде, семьи нет, вернуться, телеграммы тебе никто не пишет. И он говорит, да, я могу отнестись к разряду нищих, но благодаря моему служению, благодаря действию дара, евангелиста, многие люди, спившиеся, и проколовшиеся, и протратившие все свое имущество в грехе, сегодня живут в 500 раз лучше меня, и мне это не горе, потому что этот дар дан не для меня, а для них, слава Богу. И вы знаете, это очень замечательный такой рассказ, мы в школе его учили, неразменный рубль, помните, да, Лесков написал, то есть пока мальчик покупал всем, рубль не заканчивался, как только потратил на себя, все этот рубль исчез. И вот многие верующие люди, потому и не хотят служить, они чувствуют, что в служении Богу тут, как бы тебя куда-то все время в сторону пододвигает жизнь. Потому что действие дара, это действие дара для других. Если мы на такое не согласны, конечно, служить нам Госуду будет действительно очень трудно. И последний момент, последний момент, который я хотел бы сказать, то есть это действительно случай, бывает, когда человек учит нас, а сам, написано, не учит себя самого. Вот тут вполне мы можем сказать, докажи на самом деле, но что интересно, Священное Писание говорит, Матфея 23 глава 3 стих, о том, что на седалище Моисеевом сели книжники и фарисеи, так все, что не велят вам, соблюдайте, соблюдайте, делайте, по делам же их не поступайте. Вот это самая трудная ситуация, когда, мне кажется, когда от верующего требуется, гораздо больше зрелости, чем во всех предыдущих случаях, которые я назвал. Или это разовое использование Богом, или Бог избрал немощный такой инструмент, или действие дара. А вот здесь, когда вам говорит человек правильные вещи, которые сам не собирается это выполнять, и вот сказать себе, а ведь есть зерно в словах этого человека, вот тут вот, меньшинство из нас способно распознать Божий голос. Меньшинство из нас. Потому что мы такие борцы за справедливость. Надо, ну-ка покажи свою жизнь, ну-ка покажи, как это у тебя самого получается. Но давайте будем вот настолько зрелыми, настолько чуткими, да, чтобы понять, да, этот человек далек от того, чтобы сам сделать. Он советует мне, как вот сейчас вот тут поправить забор, да, а у него уже давно там гусь и утки соседские все съели в огороде, там проходной двор. Да, понятно, но идея-то гениальная. Вы что ли не встречали такого? Вам так здорово подсказали, как поставить забор человеку, которого его нет вообще. Ну, бывает такое. И вот здесь вот, вот здесь от нас требуется сильное смирение, сказать, Господи, да, я принимаю этот совет, я немножко для меня сюрприз, что ты употребляешь такого человека, ну, ну, хорошо, раз на сей раз так, я готов, я приму это. И в завершение, знаете, я хотел бы сказать, бывает, основа вернуться к нашему такому облику гонимых. Сейчас, когда мы говорим о малых, знаете, о малых, я подчеркну, это прежде всего о внешних данных жизни человека. если человек завистлив, развратен, ищет своего, тщеславен и подает нам советы, вот здесь нам стоит напрячься. Это действительно, это действительно непростая ситуация, когда человек, ищущий своего, что-то советует нам в это время. Это я говорю, прежде всего, к нам, когда нас не послушали, мы говорим, ну, конечно, я старенький, мне уже там 43 года, конечно, что меня слушать. И кто-то хочет сказать, слушай, мы тебя не слушаем, не потому, что тебе 43 года, а потому, что мы заметили, что последние 33 года, все, что ты советовал, всегда было завязано на твоих интересах. Ну, конечно, меня не слушают у меня, я бедный человек, я живу в коммуналке, и понятно, меня тут то в церкви больше, нет, мы тебя не слушаем, не потому, что ты живешь в коммуналке, а потому, что ты очень болтливый человек. И не надо коммуналкой прикрываться, ладно? Из-за твоей болтливости. Мы один раз доверили тебе конфиденциальную информацию, касающуюся чувств человека, нам нужно было рассудить, через три дня сарафан на радио разнесло, это в каждый уголок нашей страны. Вот давайте мы будем проверять свое сердце, свое собственное сердце. Я какой малый? Если я малый, потому что я далек от Бога, у меня мало любви к людям, у меня мало заботы о людях, вот я не из тех малых, о которых Христос говорил. Если же сегодня мы смотрим на человека, и у нас внутри есть портрет, и только два-три человека со всей страны туда вписывается, и только двух-трех я могу послушать, то мы очень часто Бога пропускаем в нашей жизни, пропускаем мудрость. У Бога намного больше инструментов, чем я нарисовал в своем сознании. И для того, чтобы узнавать Его в голосе ребенка, в голосе старушки, в голосе малообразованного человека, в щепелявом голосе, чтобы узнавать Бога, надо Его очень хорошо знать. Вот этим-то и нужно нам озаботиться. Помолимся.